Здравствуйте, я Инга Габешия и хочу вам сказать, что Сочи это не только море, пальмы и курортный роман, но и место, где живут яркие и талантливые люди. На пути к своему успеху они решили не уезжать в столицу или за рубеж, а реализовать свои проекты и амбиции в Сочи. Что у них получилось, мы расскажем в нашем проекте «Сделано в Сочи». Кстати, в Сочи умеют делать не только черчхелу, но и шьют первоклассную одежду. То, что стильно и модно и может быть вещь не только с биркой из Милана, доказывает сочинка Валерия Мантурова, дизайнер, основатель бренда женской одежды «Вальза». С ней мы сегодня и пообщаемся. Валерия, здравствуйте. Доброе утро. Давайте начнем с того, что расскажем нашим зрителям, что все модели бренда «Вальза» отшиваются на собственном производстве и не где-нибудь, а именно в Сочи. Наверное, действительно мало кто знает, что в Сочи есть фабрика женской одежды. Итак, дизайнерский бренд «Вальза». Как сказано на вашем официальном сайте, в основе бренда лежит любовь к покупателю и дорогим тканям. Давайте отсюда поподробнее. Основа нашего бренда – это любовь. Любовь к женщине, любовь женщины к самой себе. И это, наверное, самое важное, потому что если женщина не любит себя, она не сможет подобрать себе красивый образ, красивый наряд, тот, который будет к ее душе. Поэтому это наша основа. Не просто какие-то рядовые платья, а именно одежда с любовью. И мы ее так и позиционируем. Производство наше действительно находится в городе Сочи. Скажу честно, это очень сложно, это очень сложно, потому что город все-таки более туристический. Поэтому, конечно, для нас очень много бывает каких-то сложных моментов, но мы боремся со всеми моментами. В нашей команде и закройщики, и швей, и конструктор, и я как дизайнер, и есть специально люди, занимающиеся маркетингом, продажами, розницей. Ну, давайте, где можно приобрести ваши вещи, скажем, попозже. А сначала расскажите о производственном процессе, о том, как создаете эскизы, как разрабатываете концепцию коллекции, как выбираете цветовое решение. Есть такой, не всем известный, институт Пантон. И он каждый год диктует свои условия. Есть мода на цвета, да, и есть мода на принты. Есть принты, которые входят в моду, выходят из моды. И, безусловно, каждый год, когда мы начинаем новый, вот сейчас у нас новый год, да, 20-й начался, мы, исходя из коллекции Пантон, выбираем те цвета, которые будут в том или ином сезоне в моде. Этот год, как ни странно, синий. Синий цвет – это самый модный цвет в этом году. Чтобы коллекция попала в продажу, уходит как минимум три месяца на ее подготовку. То есть вот сейчас еще середина февраля, и люди носят зимнюю одежду, а мы уже вовсю готовим лето. Потому что три месяца это нужно на составление лекал, на разработку всей коллекции, чтобы все это было вкупе, едино, чтобы можно было комбинировать наряды. И, естественно, отшить эту коллекцию. И как только наступит, выглянет первое солнышко, и уже захочется одеть летнюю одежду, она уже у нас будет в продаже. У ваших вещей действительно очень женственный стиль, плюс оригинальные дизайнерские решения. Учитываете ли вы современные тренды, создавая новую коллекцию, действительно ли следуете этой моде? Поскольку мы все-таки ориентированы на масс-маркет, мы ориентированы на розничную торговлю, естественно, нам нужно, чтобы наши изделия продавались. И для того, чтобы они продавались, мы просто обязаны быть ориентированы на текущую моду. И учитывая то, что у вас собственное производство, можно ли у вас заказать индивидуальную модель под нестандартную фигуру? Мы, безусловно, можем подкорректировать под фигуру нашего покупателя, и это совершенно бесплатно, это входит в стоимость основного изделия. Это очень удобно. И стиль, женский образ в доступном ценовом сегменте, это реально? Это реально. Конечно, у каждого свое понимание доступности цены, но это реально. Мы стараемся подобрать максимально качественные ткани, максимально качественные, и найти такой фасон-модель, совместить цена-качество, чтобы на выходе в розничном сегменте любое изделие было доступно нашему покупателю. А еще мы знаем, что бренд работает в двух направлениях. Это повседневная одежда в стиле casual и домашняя одежда. Так в чем вы, Валерия, предлагаете женщинам ходить дома? Вы знаете, я за то, чтобы дома женщина тоже была красивая, стильная, изысканная. Я категорически не люблю вот этих вот трикотажные халатики, шортики и маечки, которые они доносили летом, надо доносить дома. Я не люблю. Мне кажется, женщина должна быть прекрасной в любое время, и дня, и ночи, и дома, и на улице. Поэтому, естественно, у нас есть одежда для дома. Это красивые шелковые, сатиновые вещи, халаты, пижамы. Красивые шелковые пижамы, да, в которых женщина дома, ну, красавица. Вау! Здорово! Валерия, давно ли вы сами в швейной индустрии? На самом деле, у меня три высших образования, и ни одно не было никогда связано с швейным производством. Но была история из моего детства, когда моя бабушка, это были советские времена, случайным образом привела меня на трикотажную фабрику Советского Союза. И когда я увидела вот эти огромные залы, в которых сотни машин стояли, да, они все шили трикотажные халатики. Но это было так круто! Я была в восторге вот от этой всей промышленности. И с тех пор вот это с детства, где-то, где-то с детства заложилось на какой-то подкорке. И уже в возрасте 30 лет я решила, что ну, ну, нужно, нужно воплощать. На сегодняшний день именно бренду Вальза уже 5 лет. Мы отпраздновали в этом году, в январе, свой пятилетний первый юбилей. Поздравляем вас! Благодарю! И вот 5 лет, получается, я в швейной индустрии, вообще в таком дизайнерском, творческом ритме жизни. Здорово, что вы себя нашли и реализовали в нашем городе Сочи. Да, это точно, это точно. Ну и давайте, наконец-таки, расскажем нашим зрителям, где и как можно приобрести вещи Вальза. Ну и что с доставкой, сразу расскажите. У нашего бренда есть собственная служба доставки, у нас есть собственные курьеры. Доставка по всей России, она не только по городу Сочи. У нас есть свой интернет-магазин, свой сайт. Мы представлены на Вайлберис, мы представлены на многих федеральных площадках. Все, что вам понравится, можно выбрать, заказать курьером. Курьер привезет к вам домой, вы можете это померить. И если понравится, приобрести. Не понравится, вы возвращаете это с курьером, и это совершенно бесплатно. Валерия, а чем ваш бренд Вальза отличается от других брендов? Наверное, в первую очередь, все-таки вот то, с чего мы и начинали, слоган «С любовью, красоте и миру». Мы стараемся каждое изделие вложить чуточку любви, чтобы это не было какое-то механическое производство, как в автосалонах, закрутили гайки и отправили. Мы стараемся вкладывать любовь, какую-то теплоту, наверное. Именно поэтому у нас даже доставка идет не просто доставка, а, знаете, как Новый год. Его ждут раз в год. Почему ждут? Потому что хотят подарок, хотят получить какой-то подарок. И вот наши посылки, они приходят как подарок. Помимо того, что это все в красивой коробочке разворачивается, там есть само изделие, которое вы купили, есть сертификаты качества, гарантия на изделие обязательно и наш фирменный «Заяц». Это наш тател. Да, я смотрю, вы пришли не одна. Да, 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 я и пришла с нашим «Зайчиком». «Заяц» – это символ любви и символ семьи. Вот, и поэтому у нас наши «Зайчики». Вот, и даже когда просто вы сделали какую-то покупку у нас в интернет-магазине, к вам приходит вот такой вот «Заяц» домой, скажем так, «Талисман семьи, любви и счастья в семье». Этот «Заяц» каждый сезон в разном обличии. Вот сейчас к весне у нас кожаная коллекция выходит, и поэтому наш «Зайка» в коже летом, естественно, будет в льняных, летних, джинсовых тканях. Каждый сезон наш «Зайка» также модничает. Дайте совет, какие базовые вещи должны быть в гардеробе каждой девушки? База – это брюки, блузка, белая блузка, она вообще обязана быть. Это мастхэв женского гардероба. Брюки, платье и жакет. Я считаю, что уже это прекрасная комбинация на целый сезон. И все эти вещи присутствуют в ваших коллекциях? Обязательно. Обязательно. И в разных цветах, и в разных моделях. Но это все обязательно есть. Еще и верхняя одежда, по-моему, у вас есть. Да, совершенно верно. Мы стараемся, чтобы женщина была одета от и до. То есть если это дома шелковая пижамка, то на выходе на улицу или на работу – это и верхняя одежда. У нас очень красивая. Мы стараемся быть экологичными. Поэтому мы используем эко-кожу, эко-мех. Во-первых, это вопрос цены. Мы же понимаем, что из натурального меха шуба очень дорогая, а из эко-меха она будет значительно доступнее. То, о чем мы и говорили – стильный женский образ в доступном ценовом сегменте. Да, совершенно верно. Нам хочется быть немножечко индивидуальными. Именно поэтому мы используем собственные логотипы, собственные. У нас есть даже производство ткани, наше собственное, брендированное. И мы стараемся… Вот висит на плечиках наша, ее видно, вальза, на подкладе, на карманчике, на этикеточке, на каких-то моментах, которые видно всегда, чтобы не быть обезличенными. Ну вот, наверное, это наше самое главное преимущество. Ну и, безусловно, наш зайка, который дарит радость абсолютно всем покупателям. Нельзя не согласиться. А что означает успех в карьере дизайнера? Вы достигли уже его, как вы считаете? Ну, поскольку я самокритичный человек, мне кажется, это какая-то недостижимая планка. Знаете, как вот когда бежишь на беговой дорожке, и ты же не добегаешь до ручки, да, ты бежишь на одном месте. Наверное, здесь то же самое. Сколько бы ни было сделано, всегда хочется лучше. Но уже то, что ваши вещи востребованы женщинами, мне кажется, это уже успех. Ну, дай бог, конечно. Когда мы получаем положительные отзывы, я слежу каждый день. Я слежу за Инстаграмом, я слежу за Wildberries, я слежу за нашим сайтом, я слежу за всеми отзывами, которые приходят от наших покупателей. Мне очень приятно получать фотографии, мне очень приятно получать те теплые отзывы, которые есть. И это, безусловно, награда, самая важная награда. О чем же вы мечтаете? Дизайнер и основатель бренда женской одежды Вальза. Ваша мечта? С каждым годом я все больше и больше наращиваю планку, наращиваю обороты, скажем так. На сегодняшний день есть ряд по городу Сочи целей, которые, я очень надеюсь, мы достигнем. На этот год самые главные две цели у нас – это два розничных магазина, которые мы запускаем. Один в Сочи, один в Москве. Круто! Успехов! Благодарю! Причем это даже будут не просто магазины, а это будут бренд-стор. Такие вот зоны, которые повторяют часть моего дома, часть моей квартиры. Чтобы покупатель приходил в магазин не просто как в магазин, где висят, навешал, как все подряд, да, а чтобы у покупателя сложилось ощущение, как будто они пришли ко мне в гости, и я из своего шкафа помогаю выбрать лучшее. Это то, над чем работает целый ряд дизайнеров сейчас, я имею в виду дизайнеров интерьера, для того, чтобы наши покупатели уже смогли к концу этого года зайти, посмотреть и выбрать. Как же оригинально! Вот что значит творческая личность. Ну что, Валерия, благодарю вас за интереснейшую беседу и желаем вам еще больших успехов. Я благодарю вас, что вы меня пригласили сегодня с утра, и я хотела бы подарить вам нашего зайку. Пусть он будет вашим подарком, пусть он будет вашим талисманом. Если у вас плохое настроение, этот зайка повторяет за вами грустную мимику. Если вы радуетесь, этот зайка радуется с вами. Для того, чтобы он повторял все ваши эмоции, его личико специально чистое. Интересно. Спасибо огромное. Сегодня гостем нашей программы «Сделано в Сочи» была Валерия Мантурова, дизайнер и основатель бренда женской одежды «Вальза». Ну а с вами была Инга Габешия. До встречи в эфире. За качество бренда «Вальза» мне не стыдно. Я смело говорю «Сделано в Сочи». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!